МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Константинович, тема сегодняшней нашей беседы. Я бы в летчики пошел. Да только вы меня еще уговорите. Не зря мы именно такое название выбрали, поскольку вы объявили набор в школу юных летчиков, но профессия-то, она романтическая, для романтиков. А где же сегодня, мечтатели, а где же сегодня таких ребят найти? Вот мы и ищем. Вот в этом-то и проблема. Оттого такое название. Я в летчике нашел, пусть меня только еще и уговорят. Ну, кто может претендовать на то, чтобы стать курсантом школы юных летчиков? Это первый вопрос. Ну, мы как объявление давали, мы принимаем ребят девятого класса, которые будут учиться в десятом, в одиннадцатом классе, значит, годные по состоянию здоровья к летной работе, успевающие, потому что человек, который не учится, он не романтик и не мечтатель. Поэтому очень большой акцент вот именно на вот эту учебу. На двух языках учебы? В школе в средней я имею в виду, что ребята должны учиться, потому что нужно и физику знать, и математику знать, вот. Особенно вот такие предметы для летчика это очень главное. Ну и здоровье. Занятия? Простите. Ну, здоровье ребят надо. Ну и, конечно, романтики и мечтатели. Потому что без мечты и без романтики они не достигнут своих высот. Здесь сложно поспорить. Третьего октября будет набор. Это предполагает, что к занятиям вы поступите еще чуть позже. Почему так поздно? Нет, дело в том, что 3 октября мы делаем как бы день открытых дверей. Когда ребята, значит, приходят к нам, мы им рассказываем историю школы, наши традиции, чего мы достигли за 43 года работы в школе. То есть какая задача стоит перед ребятами, перед нами. Перед нами стоит задача выявить склонность у подростков значит, именно к профессии летчика. Вот. Психофизиологическая особенность ребят, чтобы они уже целенаправленно готовили себя именно к этой профессии. Есть телефонный звонок, давайте послушаем телезрители. Добрый вечер, вы в эфире. Вечер добрый. Александр Константинович, это майор Панихин, Василий Федорович, с которым ты уже знаком, больше 20 лет мы знакомы. И вместе учили когда-то. Почему сейчас изменились критерии оценки и подхода к набору, ну, будем говорить так, слушателей, курсантов. Вот. Ты вспомни, как раньше мы с тобой строго к этому подходили, какие были воспитаны. Ты вспомни Лычакова, когда он стоял по... был доволен, он был, как это сказать, ну, действительно мечтающий, юноша мечтающий о небе. Александр Константинович, почему ты из няньки, ты из руководителя пришелся в няньку. Ты ведь всегда был таким строгим руководителем, учителем. И дай Бог тебе история здоровья. И дай Бог, чтобы ты еще много принес радости нашему государству, нашему городу, нашей стране, а самое главное, нашим мальчисткам. Я тебе как и как летчик-инструктор говорю, и как парашютист-инструктор говорю, высшей квалификации. Вот. Александр Константинович, давай пожестче, давай пожестче. А то ты что-то стал расслабляться. Спасибо. Никто не расслабляется. Требования, они как были, так и остаются. Кстати, почему критерии при наборе изменились, критерии отбора? Вы с этим согласны? Ну, это, видно, с течения обстоятельств времени. Вот. Дело в том, что сегодня нам очень сложно найти своих романтиков, мечтателей. Поэтому мы пытаемся. Вот даже в шутку ребята называют первый курс, курс выживания. Потому что кто выживет? Во-первых, конечно, приходят очень ребята слабые в физическом отношении. Приходится нам целый год их приводить в порядок. Потому что ребята не могут ни подтянуться, ни бегать. Поэтому очень большое внимание наш преподаватель, который уже отдал нашей школе более 30 лет, Алексей Васильевич Лычак. Это для него целых два месяца, вот. Это целая мука. Пока он их приведет в порядок по физической подготовке. Вот. Поэтому критерии не снимаются. Я, например, когда они поступят, когда они пройдут такой, ну, будем, условный отбор 15 дней свободного посещения. То есть они смотрят. Это их конек, не их конек. Потом мы уже, когда пишем заявление уже конкретно, что они уже становятся курсантами первого курса. Я уже слежу из-за учебы, я и хожу в школу, я встречаюсь с родителями. То есть мы во всеоружие встречаем. Ну, время сегодня немножечко, может, не такое, как бы хотелось. Раньше приходили романтики, мечтатели. Они меня толкали своими идеями. Они, как говорится, все делали. Ну, сегодня приходится мне быть мечтателем и романтиком. И мальчишек вести к их намеченной цели. К звездам. Есть телефонный звонок. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Уважаемый господин, я не расслышала ваше имя, отчество, но добрый вечер. Добрый вечер. С пожеланием вам всего доброго. Так, первый вопрос. Ставится ли вопрос о том, будет ли набор в ваш институт с доплетним этажем? Потому что поступают маленькие дети после школы, они не привыкли к уставным отношениям, к этим подъемам, к этим отбоям и так далее. Ставится ли этот вопрос? Ставится ли вопрос? Как в высшей школе КНВ сейчас ставится этот вопрос? Ставится ли вопрос в вашей системе? Вопрос принесем. Ну, я не знаю, конечно, но я как хочу сказать, почему и создана эта школа. Для того, чтобы ребята, чтобы прийти в военный институт, они уже увидели. Вот мои ребята три года ходят на занятия. Занятия проходят на базе военного института. Это наши шефы. Мы с ними уже работаем много лет. Это с 1975 года мы. Вот пришли новые правоприемники в военный институт. Они от нас не отказались. Они нам очень здорово помогают. Поэтому ребята все занятия проходят на базе военного института. Как в спортзале, на тренажерах, в аудиториях. И занятия проводят преподаватели военного института. То есть ребята все цело готовятся. Конечно, почему часто ко мне вот обращаются родители. Вот он не ходил в школу в летчиков. Может он поступить в военный институт? Конечно, он может поступить. Но, конечно, тяжело уже прийти с гражданки. Или ребята, которые... А когда через школу юных летчиков, здесь уже, наверное, негласное что-то есть, чтобы детей сразу приняли. Да, но у нас в этом году 100% поступили. Есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем телезрителя. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотел бы задать такой вопрос, что я вот окончил колледж связи наш, Актюбинский. И хотел бы узнать, могу ли я еще сейчас поступить в вашу школу. А вам сколько лет? 22. 22. Я хочу сразу сказать, что школа юных летчиков является внешкольным учреждением городского отдела образования. И мы принимаем ребят девятого класса. Те, которые учатся в средней школе города Актюбинска. Вот. Они, которые учатся в десятом, в одиннадцатом классе. По окончании одиннадцатого класса ребята поступают. У нас такой нет возможности брать, значит, с колледжа. Потому что есть система. То есть три года ребята обучаются. И по окончании одиннадцатого класса они поступают в военный институт. К сожалению, нашему телезрителю... Да, и уже 22 года. Еще год остался ему. Там, по-моему, до 23 лет принимает военный институт. Ну, какие наши годы можно в данном случае сказать и вообще посоветовать? А можно что-либо в данном случае, если человек хочет поступить в военный институт? Ну, это военкомат, в отдел военкомат, занимается отбором военный институт. Это где-то в январе-феврале ребята приходят. Кстати, да, в областном и в городском военкомате, ну... Да, они. По старому названию. По старому названию будем все это озвучивать. В зимнее время, да. Они проходят комиссию, если он годен по приписке, его направят в военный институт. Причем не только Казахстан, но и СНГ, а то и дальние зарубежья. Да, и СНГ, и все. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Где находится адрес вашей школы? Наша школа находится на проспекте Абая, 24, первый корпус, квартира 77. Абая, 24. Да, это район отделения Нур-Атан, или как раньше народе называли, дом учителя. Вот. Мы находимся в жилом доме. Занятие, я еще раз повторюсь, что проходит в военном институте сил воздушной обороны. Спасибо. Привилегии, которые появляются у выпускников школы юных летчиков, о них уже мы знаем. Вы сказали, что, по крайней мере, вы подтвердили, что негласно, а стопроцентно их уже принимают. Ну, мы стараемся. Ну, а о перспективах можно ли спросить? И какие, ну, какие перспективы их ждут? Куда можно поступить после этого не только? Вот, наверное, весло наше активное. Понимаете, сегодня такое время, когда, например, мальчики, ну, прозанимавшихся, они прекрасные мальчики. Вот. Я горжусь ими. Ну, просто бывает, что душа не лежит. Вот. Но они, вот, например, поступив в университет, приезжают вот на каникулы, говорят, как здорово, что мы занимались в школьных летчиков. Здесь нас воспитали. Такое тоже бывает, что не всегда выбирают, продолжают дальше. Вот это и есть школа. Потому что он определяется. Вот именно это его стези, или не его стези. Дело в том, что у меня есть и банкиры, у меня есть и медики, у меня все направления есть. И они все говорят, что как здорово, что мы занимались в школьных летчиков. Потому что мы учим мужеству, братству, взаимопониманию, чтобы не было вот раздора. У нас, если, например, вот мы, например, каждому мальчику отмечаем день рождения. Например, у нас нет такого, что каждый схватил кусочек там торта или как. Пусть это будет маленький торт и раздели так, как это надо. Это так трогательно. Понимаете, мы каждого поздравляем с днем рождения. То есть ребята до такой степени привыкают, что это семья. Они вот, если пришли, раньше, вот я, например, замечаю, приходят, они все садятся возле школы со школой. А сейчас они уже разъединились, у них свои интересы, уже друзья. Когда-то друг с другом не виделись. Сейчас они раздей вода и родные братья. Школа юных летчиков. По какой программе здесь обучают детей? Это школьная программа, либо какие-то дополнительные уроки введены, либо совершенно отдельная программа? Вы знаете, это специальная такая программа, познавательная, где ребята, значит, изучают историю авиации, значит, авиатехнику, аэродинамику, самолета вождения, значит, психология. Очень большое внимание отдаем психологии. Вот, военно-патриотическое воспитание. То есть, для того, чтобы ребята имели кругозор, чтобы ребята могли разбираться в политике сегодняшнего дня, как государство. Вот они, мне, например, стыдно, вот ребята приходят в девятый класс, даже не знают областях Казахстана. Не знают даже районы. Не говоря уже об властях Казахстана, они даже не знают свои районы. Поэтому наш преподаватель, очень опытный педагог, вот, значит, он очень большое внимание уделяет вот ребятам, чтобы они могли вот именно разобраться вот в этой политике. Совсем недавно ваша школа имела статус коммунального предприятия. Затем оно стало государственным учреждением, ну, для непосвященных людей здесь, возможно, разницы никакой. Но для вас это была существенная помощь со стороны властей, которые помогли вам обрести статус государственного учреждения. Дело в том, что коммунальное предприятие там... Вы должны были зарабатывать. Да, мы должны зарабатывать, эти средства были. Вот мы центр технического творчества, значит, и мы. У нас, знаете, такая специфика, что мы самородков ищем, ребят. И требовать от них оплату, вот, мы не можем. Нам нужны ребята, одаренные, мечтатели. Вот. И так же вот в центре. И вот так спасибо бывшему Акиму Актюбинской области, Сагиндыку, он принял решение, чтобы нас перевести в разряд государственного учреждения. Вот я к чему веду? У других проблем на сегодняшний день не существует. Вы знаете, у нас сейчас государство, вот я имею в виду лица города, властей, очень большое внимание уделяет и нам, вот особенно нам. Вот. Во-первых, нами заинтересованы и Министерство обороны. Вот. Командование, значит, военного института, силы воздушной обороны. Но мы взаимопонимание огромнейшее имеем, чтобы... И я вот на основании таких вот условий, да, вы знаете, порхаю. Потому что все, везде взаимопонимание. Каждую неделю начальник военного института спрашивает, проблемы есть, Александр Стивич? Я говорю, ну какие проблемы? Потому что у нас начальники кафедр знают свой график. У нас утвержденный график посещения занятий. И каждый знает свою работу. Одним словом, проблем нет. Единственная проблема – это найти... Набрать. Набрать. Ребят Золотого фонда. Золотого фонда. И удачи вам в этом деле. Действительно, ребята, будьте романтиками, будьте мечтателями. Идите в летчики. Иначе в стране уже некуда деваться от экономистов и юристов, которых наштаббовали за последние 20 лет немеренное количество. С вами был Иакмарал Майкузов, а также Александр Константинович Курбанов, директор школы юных летчиков имени Виктора Пацаева. Мы сегодня говорили о том, точнее о наборе в это учебное заведение. Приходите сюда 3 октября, правильно? Да, 3 октября. Объявление в веблике сегодняшней. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Будем прощаться с телезрителями до завтра. Спасибо за внимание. Спасибо вам за внимание.